Просыпаться Татьяна одно удовольствие. Прям сразу видно, для кого написано, но Дринка Блэк. Сегодня подружка к другу привела, да, еще даже язык запытается. Уже по традиции я в кофе, я кстати вчера набрала, он стоит не 155, я цифру перепутала, он стоит 135 рублей. Где вот в России можно купить зарбы за 135 рублей, у нас даже простое кофе меньше 180 не стоит. В общем, мы решили не славать на другую сторону, потому что ложь не разобралась с паромами, вообще с каким-то общественным автотранспортом, поэтому мы пойдем перешучком очень долго, как обычно, до Далмабахче. У меня уже четвертый день, не почитая чувства, что этот город один большой базар какой-то. Постоянно кто-то хочет тебе что-то впарить, продать, предложить. Ну, такое неприятное ощущение, если честно. Постоянно нужно отбиваться от кого-то. Заглянули мы тут в какой-то уголочек. Ой, выглядит красивенько, конечно. В Питере точно так же. В Питере тоже такое же. Да-да-да, я про это и говорила, что в Питере такая же есть улица. Вот что-что, а на стенные рисунки мне здесь вообще очень сильно заходят. Прям топ. Друг мой. Кость-ка, привет. Кость-ка пошла по делам. Ей не до меня. Да, они здесь достаточно хорошо живут. Я бы сказала... О! Жируют. Ну, что ты за красота? Просто статуэтка. Я уже который день не могу понять. Мы вот когда с мамой гуляем, почему-то со мной здороваются туристские мужчины. Я не понимаю, в чём прикол. Они просто идут и здороваются со мной. Здрасте. Всё, мы дошли до Далмабахче. Хоть куда-то мы дошли, уже хорошо. Красота. Но это только вход такой красивый. Блин, нам надо вон туда за билетиками. Вот, мы зашли внутрь. Здесь, как я поняла, жил последний султан. Ну, и неплохо жил, я вам скажу. Мне бы тоже такой домик был бы неплох. Прямо сразу моречко. Всё, я передумала. Мне не нужен вид, который был в первый день. Мне нужно, чтобы я выходила, и у меня было вот так. Вот сюда бы я выходила кофе пить. Что бы я так жила. Аминь. Так, мужчина, я набираю кастинг. Мне нужен такой же мужчинка в поездке, который будет меня так же прекрасно фотографировать. Привет, Уля. А про тебя нам ничего не говорили. Заходила сейчас в гарем. Ну, что могу сказать. Ну, девчули не бедствовали. Очень даже. По сравнению с ними, мне кажется, наша Екатерина, ну так, она была достаточно такой, скромняшкой. Потому что я зашла в один холл и просто офигела. Там по-другому не сказать. Там вот от пола и до потолка всё в золте, всё раскрашено. Ну, всё вот прям красиво очень. Ну, а хамамы, конечно, это вообще восторг. Они все гранитные. Просто прелесть. Я бы сама в таких мылостях. Заходить туда можно только в бахилках. Потому что всё усилено голубым ковром. И вот даже когда идёшь в кроссовках, он настолько мягкий. Вообще, я не знаю. Я на таких ещё коврах не ходила. А ещё там очень интересно, что у Султана, у его матери, у жены его по несколько комнат. Там прям так и пишется. Там комната Султана один, комната Султана два. Это типа, знаешь, домой пряный... Пряный. Пряный и пьяный. Припёрся домой и не смог доползти до самой нужной кровати. Ну, хотя бы на первую залез. Ну, всё равно, я вот что у наших, что у турков не могу понять, зачем столько комнат, где стоят только стулья и столы. Зачем? Зачем? Непонятно. Скажите мне, что это за дерево такое? Из всех деревьев признала только нашу ёлку. Галубенькую. Я сейчас вышла с Далма-Бахче. Оказывается, всё-таки я удачненько попала. Офигеть тут очередь. Покажи, что ты сделала. Вот этот человек-меганоск. Знаете, её в лицо. Вот у меня вопрос. Стамбул тоже построен на семи холмах. Вот почему у людей хватило мозга построить Мармарай, а у нас мозга не хватило. У нас только можно на маршрутках. Вот, пожалуйста. Всё, проблема решена. Женщина ищет блох у неё. А это тащица лежит. Вот наш день. Да, вот мамин чёрный лебедь там вот летает, плавает точнее. Мы решили сегодня поесть под мостом. Тут вот рыбаки. Сразу можно, как мне кажется, свиснуть у них чего-нибудь и бежать. Сегодня мы обедаем в другом месте. У меня креветки, у мамы рыба с овощами. И вот за это всё, а ещё плюс чай, мы отдали тысячу рублей. Прекрасно, я считаю. Да ещё и с такими видами. Калик, если что, не мне. Я его не корю. Всё, и сегодня Юлия Валерьевна добралась до кошелька. Кошелька моего и своего. И вот теперь таскаю её в покупочки, распаковочки. Мы немножечко ушли с матушкой от туристического центра, чтобы сходить в торговый. Я тут тоже немножечко прибарахлилась. Но, что могу сказать, он сильно отличается от этого туристического центра. Тут как-то уже чуть подальше становится слегка жутковато. Шёл четвёртый день, как мы ходили пешком. Вот примерно так теперь я и лежу, чтобы кровь хоть немножечко прилила обратно к голове. Субтитры создавал DimaTorzok